Максим, хотелось бы сначала про первый тайм поговорить. Было ощущение, что играли на контратаках. Специально так или по сопернику получалось? Да нет, не специально. Просто так получалось, что выходили за счет контратаки и все. А в перерыве как-то говорили, что нужно удержать счет или нужно развивать счет? Просто во втором тайме показалось, что немножечко отодвинулись к своим воротам, прижались. Нет, нам сказали, что нужно выходить со счетом 0-0. Мы все были заряжены только на игру в атаку. И не было такого, чтобы сидеть в обороне. Просто так получилось. Нижний Новгород взял игру под свой контроль и все. А с чем связано, что отдали инициативу? Может быть, в Новгород погнали трибуны или какая-то психология, или подустали? Не знаю. Может быть, психология сказала, что все-таки понимали, что выиграем 2-0. А 2-0 это, можно сказать, самый неудобный счет, как говорят многие тренеры. И вот за счет этого, может быть, нижний взял контроль в свои руки и играли в атаку очень много. В этом матче еще можно выделить один очень положительный момент. Это твой пас. Нет, их было много моментов. Один из положительных моментов – это твой пас. В сети тебя уже сравнивают с Куарежмой, с Модричем. Ты как сам принял решение так вырезать, отдать? Не знаю. Двигал мяч вперед, увидел то, что там на дальней открывается Федя. И все это быстрое решение пришло отдать внешне и туда на дальней, и все. Федя тебя похвалил уже как-то? Оценил этот пас? Да нет, говорит, ничего такого. Бывают такие пасы у всех. Я говорю, ну ладно, дальше работаем. В связи с этим будешь еще так выдавать на него? Да, конечно. Несмотря на его слова, так же буду ему отдавать, если получится. Хочется спросить еще, о чем говорили после матча в раздевалке, Владимир Валентинович? Да, конечно. Валентинович сказал, что нельзя отдавать такие игры. Ни в коем случае. Нужно было дожимать соперника, забивать третий гол. Как раз я таки мог забить его в первом тайме, и все бы, может быть, закончилось. Легче была бы игра, и все. Легче была бы игра.